приветики всем кто смотрит записи с вами артем скоро минуты через пять начнется демоверсии игры с громадким таким названием voice of card the isle dragon rose и мы посмотрим что я который думал на этот раз и как он решил совместить компьютерную консольную ролевую игру со стандартной настольной ролевкой и соответственно с углубо карточным движком прямо сейчас несколько минут небольшого периода ожидания когда соберутся подписчики у которых сработали колокольчики кто хочет принять участие в прямом эфире и в чате этой трансляции и начнем не расходитесь если вы уже прямо сейчас начинаете строчить что-то в чат 3 2 раз совсем скоро увидимся и 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 Ну что, привет, братцы-кролики, с вами снова я, и в этот раз даже не с киберпанком, мы с ним все покончили, проехали, хотя я конечно хотел сделать там еще что-то вроде радио, но это уже мелочи, к тому же мне не очень нравится тамошняя музыка. Итак, Voice of Card, The Isle Dragon Roars, это у нас, боже мой, глаз, картишек, рев островного дракона. Что это такое, это новая игра, это новая игра, это новая игра, это новая игра, от великого гения и почти конзима Йоко Таро, широко известного в узких кругах, как главный создатель и идеолог двух серий, это Драконгард и Нир, о Нир автомату все знают и любят, если не знаете и не любите Нир автомату, ну, вопрос, может быть, Voice of Cards вам и зайдет, потому что это совершенно другое, что-то совершенно новое, непонятно, зачем Йоко Таро такие метания, казалось бы, он наконец сделал свой геймдизайн, свое имя, свою нишу популярными, в каком-то смысле культовыми, и надо дальше клепать, в кавычках, свои Дарк Соулсы. Но нет, это совершенно новое что-то, это цифровой релиз, недорогой, что-то там, по-моему, в районе полторы тысяч, полностью основанный на картах, но это не ККИ какая-нибудь или что-нибудь в этом роде, а именно ролевая игра, причем ролевая игра с наратором, с гейммастером, которого отлучил какой-то там в американской версии американский актер, с чьими, естественно, у меня памяти не сохранилось, потому что я его не знаю, и которая имитирует, по крайней мере, как заявляется, мы сейчас с вами вместе проверим, настольную ролевую игру, именно вот, основанную на коммуникации мастера и игрока. Иными словами, я ожидаю что-то вроде Громной Вражды с одной стороны и Карт Хантера с другой. Особая пикантность добавляет тот факт, что это все полностью и целиком на картах, что, конечно же, первым делом намекает нам на серию Hand of Fate, которую я тоже когда-нибудь хотел застримить, она тоже соответствует всем заявленным вот этим параметрам, но не является японкой, так что интересно будет как раз-таки сравнить. Выбирая играть геймпадом или не геймпадом, я вот что-то как-то решил, что давайте пока попробуем, наверное, мышью, я лишь на раз проверю, идет ли трансляция, все ли хорошо. И, собственно говоря, начнем, вот никак у меня в приличное время не получается выйти и установить режим, так что, так что вот так, так что вот так, кто хочет, тот увидит, правильно, правильно. Даже, не знаю, даже не будем на ютубе ничего делать, потому что посторонних зрителей мы, в общем-то, и не пытаемся никак привлечь, а свои, ну, свои и так в курсе. Все, собрались, отряхнулись, нажали кнопочку, поздоровались с Сережей Кашциным, это, кстати, в ВК-группах моих, это Дон, так сказать, привилегированный член сообщества, привет тебе, Сереж, смотрю, ты вернул твою аватару с темным солнцем. Рад тебя видеть. Вот, ну, собственно, будешь моим проводником и свидетелем всего этого. Да, это Square Enix, трейлер этой игры, пару слов о ней я уже опубликовал в ВК-группе, так что, нью-гейм. Опция, я залезал там ничего интересного. Тогда, если сейчас игра мне не будет сильных перебить, я еще расскажу одну штуку. Так, гейм-мастер нам представляется. Кстати, тоже вопрос, поскольку это будет удобно. Ну, английский пока более чем понятный. Поскольку нет локализации, что хотел сказать, тут еще отдельный вопрос будет от меня, и от всех, наверное, кто это смотрит, тому, насколько комфортно, собственно говоря, играть без перевода. А насчет конкретно этой демо-версии, вот что хотел еще добавить. Дело в том, что эта демо-версия, как нынче принято, является не емкой, а прологом. То есть здесь у нас будет совсем другой сюжет и совсем другие персонажи, нежели, ну, в основной игре, которая выйдет, 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 кажется, в конце октября. Если я ничего кардинально не путаю, кажется так, но вы меня лучше в чате поправьте, на всякий случай, может быть, я позднее напишу это в описании к видео. Так вот, основная игра расскажет про протагамиста, главного героя, как это обычно в играх ее, которая, ну, необычно, частенечко вводится, и не только в ней. Так вот, в Варионе Квесте примерно такая же история, то есть безымянный главный герой, его подручный монстр, назовем так, и некая темная волшебница. Это в основной игре будет история, они пойдут там валить дракона. А в этой демоверсии, она же пролог, мы будем играть в некий приквел с другими героями и в некий такой сюжет, который, конечно же, обязательно имеет отношение к основной сюжетной линии, но напрямую ее не касается. Она будет связана с неким орденом, который там возвращает какое-то утраченное сокровище короля. Если вдруг требуется рассказать о чем-то нам говорил гейммастер, ничего такого, он представился, сказал, что вот мы наконец познакомились, я буду вашим проводником, бла-бла. И если вдруг вам мой голос покажется послишком тихим, то не переживайте, внизу написаны субтитры. Адрюш, здорово, рад тебе, рад тебе, овей, зашел поздороваться, пожелать доброй ночи, очень устал, не смогу посидеть на стриме. Ну, так, во-первых, здоровье кривоше всего, во-вторых, все должно быть в удовольствие, тем более отдых. Поэтому давай хорошего тебе и замечательного, если засыпаться не будет, тыкай в ух наушничек и, не знаю, пусть мой сладкий голос будет тебе лыбельный. Вот, прям переводить-переводить я, наверное, не потяну, как это в некоторых стримах делаю, но если какое-то такое желание, мы, по крайней мере, по каким-то основным вещам пройдемся. Поехали. Next. Ну, ты, точнее, он же с нами, наверное, ты, общается. Уже практически начинаешь делать первые шаги в своем приключении. Понимаю, это пересказ текстной обложки. Ну, в общем, да, мир меча и колдовства, тиродейства, кровожадные монстры и, конечно же, наша главная цель. Так, и вот, собственно, наша диалоговая система. Можем спросить, кто он такой и кто бы он мог быть такой. Огромный свидетель твоих, кто слабостей. Я и пожелания. Вот, демоверсия, собственно говоря, и, как и сама игра, вышла на платформах PlayStation 4, Steam и Nintendo Switch. Я предполагаю, что для Switch это будет самый-самый лучший вариант. Окей. Королева Нила, значит, пройд королевством. В... ну, внутри стен этого замка. Хорошо. Так, минуточку, еще панель управления. А, ну, нормально. Три благоченых белых предмещенцев брались здесь по велению королевы. Айвори, это сплановая кость, соответственно, это у нас орден сплановой кости. Фишечка. Ну, да, вот. Фишка в центре экрана. Ваша основная фишка. Используйте левый стик, чтобы двигать ее куда вам нравится. Интересно. Все-таки он такой беспалево говорит, давай геймпад. Лады. Проверим, работает ли он сразу, нашелся ли он. Вот. Еще минутка бесполезной информации. Игру можно будет купить в расширенном издании с 8-ю крошечными DLC на борту. Что-то там рублей 600 будет разница с обычным. Который ее перекрасит в тематику Ньюр. То есть вот эта вот фишечка изменится под Ньюрского демона. Всякие декоративные элементы и так далее. Не думаю, что это прикольно. О, геймпад работает сразу. Приблизьтесь к королеве. По мере продвижения по вашему приключению цель будет меняться. Нажмите Y. То есть у меня какая получается, геймпадская раскладка или нет, скорее всего, свечевая. Что очень странно. Либо Steam, как в некоторых играх, видит DualSense, как геймпад. Так сказать, подкидывает нам четвертую несуществующую платформу. Так, нажмите Y, треугольник, шея. Только захотите лишний раз вспомнить о том, что вам требуется делать. Вы увидите карты с освещением по краям. По вашим приключениям наступите на такую, чтобы, значит, дать старт некому событию, которое подвинет вперед истории. Так, нажмем играть, посмотрим, что работает. Меню. Так, вот. Самые трое приключенцев, видимо, напомню, это не герои игры. Это герои именно Пролога. Это уровня. У нас... Разберемся. По центру видимого воина, по бокам. Как-нибудь жреца и волшебник. Так, у нас есть. Карта коллекция. Вот денег. Ну и вряд ли хоть что-нибудь еще, да? Кстати, давайте-ка еще раз зайдем. Странно, что у Майн Пати нет имен. То есть обычно все-таки подписывают. Увидим, только по столксу состоится в знакомстве. Так. Так, значит, говорит она, вы, слушники Ордена. Почему я продолжаю переводить, хотя я обещал этого не делать? Ну так, кратко, да? Самая юная из этой тройки делала шаг вперед. Она держалась с непередаваемой изяществом. Я Виннифред, of the Ivory Order, Your Majesty, she says. Я веду этот феллосшип. Окей, она главная, ее зовут Виннифред. Она вверх, глянсивя на своих двумя компаньонцев. Виннифред, виноват с своих компаньонцев. В ответ, он глянший-виновый, он приклеивает голову. И, брюскохи, он назначает себя Бервин. Бервин, имя Бервин. Эдик представился хода. Это эти три, которые нашу историю следует сегодня. В другом случае, ваша партия. Ну, в общем, эта тролица... История этой тролицы начинается сегодня. И наш глимастер этот... Или четвертый в пену добавил, то есть это ваша пачка. Кто-то украл королевское сокровище. В чём-то мягкий голос она объясняет свою ерунду. Кто-то украл королевское сокровище. Кто-то украл королевское сокровище. Я, значит, удалеваю вам его вернуть. Это уже к кору относится. В обычных обстоятельствах говорит, я бы доверил это своим солдатам. Но прямо сейчас у меня нет никакого желания распулять свои силы. Из-за каких-то трудностей с монстром. По-моему, эта тролица была судена. Она может вернуться к этому вопросу, ни к нему, но к Ивре-Ордеру. Но любящегося людям, и неправильным в борьбе. Высокопарно нам сказали, что Орден Слоновой Кости любим людьми и имеет в себе равных в бою. Забавно, что один как раз человек это все озвучивает, опять-таки, как геймастер. Честь вам служить, Ваше Величество. Так, расспросим. Куру Леву. Что за сокровище? Видели ли вы вора Ваше Величество? И будет ли какая-либо награда? И один из вариантов ответа не подсвечен как основной. Так что мы либо пройдемся по всем, либо они для истории равны. Ну, нам обещают, конечно же, свободу выбора и влияние на продвижение истории. Вот это вот все. Ну, давайте слева направо пока. Там разберемся. Ага, значит, в качестве сокровища королева писала нам бутылочку, которая содержит некую жидкость. В общем, важная штука. Дрожание ее голоса подсказало нам, что это очень важная вещь для королевства. Видели ли вы вора? Ага, сама не видела, но какие-то свидетели, каких свидетелей можно поискать в Некстене? Ну, последний вопрос. Обычно, один предупреждает рекомендацию для этого типа воплатье. Воплатье. О, как. В общем, требование награды идет вразрез с, видимо, правилами все-таки ордена, так что вы придерживаете язык и не выпускаете вопросов наружу. Тем не менее, королева сама говорит о том, что в награду она здоровит все, что пожелает. Такое, понимаешь, ценное сокровище. Окей, валите и возвращайтесь с победой. Ценные братства поклонились и отправились в Барис. Так, ну давайте нам какой-нибудь геймплей уже. Фишка такая себе, кстати, мне не нравится. И у нее очень странная тень, как вы сейчас видели, камера отъезжала и как будто бы она парит над картой, а не стоит на ней. А направляйтесь на юг в Невстон. Вот. Но фишку можно сменить не только в рамках вот этого вот расширения кирующего игру под мир мира, но и есть еще отдельная DLC за предзаказ, по-моему, это бонус, который ее стилизует просто красиво, назовем это так. Так, нажмите кнопку меню, чтобы открыть меню. Там можно делать всякое, в том числе охраняться, менять скиллы, выбирать скиллы и игрование. Карты, которые повстречаются вам в вашем путешествии, будут добавлены в вашу коллекцию, которую можно также найти из меню. Наглядывайте туда время от времени. Так, ну я так понимаю, мы плюс-минус без всяких пеналити можем перемещаться по... Винни-Фрейд, наша... Главиня говорит, что нечего нам тратить время зря. Погоди, закричал Бервин, преграждая путь Винни-Фрейда. О, интересно. Монстер. Милаш такой. Ах, да, забыл еще. В том паке, который идет вместе с Ливреем под Мир, отдельно еще есть специальный такой DLC, они сами так его называют. Будем так же называть. В общем, инструмент, который все изображения, вообще все изображения в игре делает пиксель-арт. Не знаю, как бы, будут ли те же самые изображения, которые каким-то программным образом, назовем так, ухудшаются, или как все арты были нарисованы два раза. Я пока не видал каких-то подтверждений за любую из этих теорий. Ты смеешь расслонять нам путь, как он воззрелось на существо. Ну, то есть, да, мы пошли на юг, и вот началось. Так, это у нас игровой стол. Не сдерживайся, говорит. Бой начался, забеги всех ворогов, и победа будет твоя. Так, ну поехали. Собственно, боевую систему нам на кайс показывают. Есть пас, есть два заклинания. Я так понимаю, что сейчас вот Винфред, у нее чего-то 9 и 20 из 3 видимых хилпоинтов. Соответственно, Magic Strike у нас. Волшебный удар. Наносит урон. Не написано сколько, но... И... Белое лечение. 15 хп восстанавливает. И считывая, что у нее максимум 20. Поначалу, я думаю, это будет очень неплохая карта. Но давай, конечно, нанесем. Так, выбираем, видимо, цель. Я не знаю, сколько дамага мы нанесем. Может, срубим сразу маленького, если, допустим, это 10. Нет, это 7. А, и 3. Все. А, и 3 нам, видимо, добавили за срабатывание критикала. Тут нас начали учить. На картинке показали 20 хилпоинт. Хотя у меня их 20. И цифра справа и слева тоже не попадает. А, значит, красное это здоровье, как я и предположил. Когда до нуля, то, извините, умираем. Ну, тут понятно все. Так, показатель атаки. Демонстрируется слева внизу. А defense, ну, в смысле защита, справа внизу. Соответственно, на примере это 10 и 9. На моей реальной карте это 9 атаки и 8 защиты. Ну да, кстати, видно под ними искорку и щит. Точнее, искорку с мечами скрещенными и щит. Так что не промажем. Непонятно, как я нанес 7 плюс 3. Если у меня атаки 9. Но, видимо, каким-то образом у врага работает еще defense тоже. Пу-пу-пу. Так. Значит. Ну да. Там, как бы, поглядывать и на оппонентов. Назначение оппонентов тоже, прежде чем принимать решение о действиях. Так. Ход переходит к вот этому, которого я не знаю как зовут. Он, значит, может генерировать, создать, произвести. Один драгоценный камень, я полагаю. Это вот три из них у нас слева вверху лежат. В шкатулочке. И может. Не просто нанести атаку. А каким-то образом нанести атака плюс 3. Огненного дамага. Если у него действительно атака 10. И он добавит еще 3 огненного дамага. То врежет он на 13. Правильно? У ворога нашего 4 щита. А если здесь математика простая. То, собственно говоря, мы его с запасом в дневничку вырубим. Давайте попробуем. Так. Еще у нас есть возможность убежать, как я вижу. Посмотреть наши предметы. Прилечилки на 10. И феникс даун, назовем его так. Ну, не надо. Странно. Я не могу использовать почему-то. А. Все никак не привыкно, что как во всяких японских. В большинстве японских игр. Именно кнопка B. Она же круг. Отвечает за действие. Ну, проехали. Давайте проверим. А. Он использовал один из камней. Зачем-то. И нет. У врага осталась двойка. Вот на 3 я ошибся. И это типа все об основах боя. Ну, класс. У меня как раз вопросы начали появляться. Остальное, значит, сам разберешься. Разыгрывай карты. Мудро. Плюс две атаки он забрал. Так. И воин наш наконец. Почему не подписывают имена? Мне это не нравится. А. А. Значит, наносит урон. Ну, видимо, 12. Да. Или добавляет значение с кубика к своему показателю атаки и наносит урон молнии. И у него, кстати, смотрите, свои отдельные вот эти кристаллы. То есть тоже три. Либо у меня один кристалл добавляет за переход пэда, либо все-таки у каждого персонажа свои. Ну, я думаю, мы его добьем. С запасом на 9, да? Все еще не понимаю математику. Но. Хотя он, должно быть, ожидаемо работает. Хороший воин не теряет времени. 35 экспы, 40 глазов. Вот он нормально. Неплохо для маленького гоблина. Неплохо для маленького гоблина. Вот это красиво звучит. Не выказывая никаких признаков усталости от битвы, Бервин, вряд ли в данном случае тихо, наверное. Какое-то другое красивое слово надо использовать. Ну, написано тихо. Он, конечно, вытер кровь монстра с оружия, со своего. Кровь, наверное, названа ихором. Это такое. Если в данном мире ихор не является какой-то отдельной жидкостью, то это просто высокопарное устаревшее слово. Если является, ну, значит, ихор течет в жилах местных монстров. Хедвин, значит, изучила остатки своего врага и сказала, королева говорила правду. Она усмехнулась, наверное. Ну, и Юля то сказала. Виннифред мрачно кивнула этим словам. Ну, ладно. Возможно, ком и вор, тот, кто украл сокровище, и поведение монстров как-то сверху. То есть поведение монстров они сочли каким-то необычным. Ну, ладно. Ну, первым делом надо собрать больше информации. Виннифред мрачно уже период в пределах видимости. Даже не знаю, если... Понятно. Хе-хе. Попробует стоило, да? Виннифред мрачно. Ох, сейчас тут говорили не будет. И типа чего? Кстати, вот было бы неплохо рассмотреть свои карты. Ой. Опять не та кнопка подтверждения по привычке. Так. Ну, вот оно, белое лечение. Удар молнии пламя. У всех справа внизу есть изображение кристаллика. Видимо, это вот те самые. Матомагического удара нет. Это, видимо, стандартная атака. Та же самая история. Ну, как обычно, короче. Есть базовая атака. Есть супер атака, за исключением мага. Потому что у него базовой атака, как я вижу, вообще нет. Обычной. Но он производит кристальчик. Вероятно, только для себя. Надо поэкспериментировать. Так, что еще есть обилочки? О! Обилочки какие-то другие. Разберли. Понижает урон огнем на 5. Это светонепроницаемость. Неуязвимость. Дарует иммунитет к снижению атаки, снижению защиты. И DoubleProof Неудвояемость. Понижает и ветер. А, и понижает видимо ветряной и молниевой, прости господи, урон на 5. Почему нет союза и спитает. Equip. Ну ясно, палочка для еды. В прежней Вине написаны имена, как долго я их буду запоминать, но видимо это я уже вроде запомнил. Пинок, наплечник, ничего, ну и там тоже какая-нибудь. Мне интересно, что у него за штука. А, на картинке-то у него более интересная вещь, тут новая та же самая палка и туник та же самая, кстати. Ну такое, так, пати. А, вот так, значит, мы ставим их менять. Окей. Дополнительного випа у нас нет, ключевые вещи. Так, бот рекламный нам пишет какой-то промокод на бесплатный случайный тариф, господи, и тебе не них врать бот. Так, коллекция. О, тут уже что-то побольше всего, смотрите-ка. И о них есть какое-то описание. Была рождена прям в Ордене, да, в Плановой Кости. Держит себя как истинная леди. Ее, так сказать, соорденцы находят ее, ну, воспринимают ее, в случае, как мага, закаляющегося в своих путешествиях. Такое. Ну, очень рандомные такие. Они даже не за чем засчитывать особо. Конечно же, повинт силен, маг мудр. Вот, тут что-то интересно, когда юная дева, ну, не дева, женщина, ладно. Была помещена под его опеку. Его навязчиво, не знаю, навязчиво фокус, навязчиво внимание на этикете проявилась с другой стороны. Так, королева, это он откуда? Выцарь, чё прорезеря. Выцарь тоже молодец. Нынешняя, ну, тут тоже напомнили про активность монстров. И, наконец, королевский страж. А ты кто? А, тут королевский рыцарь. Между вами разница есть. Накидку. Белоснежный, как реже снег. А, так, это еще и женщина. Стоит очень ей идет. Более чем очень. Кто-то даже сказал бы, что она присоединилась к ордену А, так это из ордена. Просто для того, чтобы иметь вправо ее носить. И этот кто-то не ошибся. Ну, допустим. Мостров, мы уже твоих встретили. Это мини-лев? Ну, ладно, я думаю. Именно на это время стоять не надо. А, это что-то вроде орка, да, у нас? Так, ну, по всему прошли, пока ничего полезного. Ну, я же уже говорил, да. Так, мастер нам строить новое. Ваше прощение, буду покашливать. Сюда для вас есть всевозможный establishment в городе. Поддержку вашего приключения. Хотите, чтобы эти правила были объяснены? Да, пожалуйста. Так. Ну, гостиница. Отдохните здесь, чтобы пополнить ваш здоровье. Аптекарская лавка. Можно прикупить вещицу, которая лечит. Как здоровье, так и всякие недуги. Ладно. Кузня. Ну, в данном случае оружейная. Дает оружие и броню. И вещелавка, называемая галантерия, предлагает полезные вещи. О, вот это вот уже интереснее. Это игорный дом, да? Сыграть в картище и передохнуть от путешествия. Окей. Можем пройтись. Так, значит, разговаривать с населением. Собрать информацию об этом воре, который крадет королевские сокровища. Добро пожаловать в Некстин. Хаиллзе Мэн. Угу. Так, расскажи нам. Мэн не отвечает ни на какие вопросы, except to pair it back his original greeting. Не отвечает, значит, ни на какие вопросы. По исключениям. Те, что могут удовлетворить его природную жадность? Что? Вы выполнили необходимые условия и разблокировали, значит, старичка историю этого персонажа. Типа он что, где-то появился у нас в коллекции? Да. Значит, он дал обещание любить свою жизнь. Ха-ха. А, любви своей жизни. А когда, ну, значит, ну, перед свадьбой. Буду любить тебя, пока смерть не разлучит нас. Полвека спустя. Он доказал, что он человек слоу. Ну, в общем, я так понимаю, что на этих картах флэйвор такой, опять-таки, карточный. Ничего прям важного, но какая-нибудь такая прикольная яркая деталь. Так, ну и что, мы поговорить с ним не сможем, да? Или надо просто правильные вопросы задать? Ты слышал что-нибудь о флоре? О! Глаза человека расширились, он наклонился поближе к Винифреду и прошептал что-то ей на ушко. Добро пожаловать. Что? Ранный чувак какой-то. Ладно, давайте здесь. Ох ты! Женщина вздохнула, очень говорит, боюсь выходить за город из-за этих монстров. Ну, не знаю, не знаю. В полиционе перостепенно маньяка мизери такая. Так, будем с тобой разговаривать. Все? Она говорит, не хочет, что у нас здесь. Ага. Оружейник. Поглядим. Так, 100 монет. 280 монет, 200 монет. Ну, прикупить что-то можем. У нас 542, но я чуть не думаю, что это хорошая идея. Клинок у нас, по-моему, плюс-минус такой же. Ну, кстати, интересно, как оно вместо же. Ну, то есть, по идее, должна быть карта оружия, а не просто набор карт, которые с плюсами. Так что, видимо, да. Вот. У него есть своя сила некая. Сила оружия прибавляется к силе натуральной, на самом деле. То есть, вот этот меч не имеет смысла, потому что у него такой же. А, этот добавит ему с 12 до 15 плюс 3. За 280 рублей. Ох, тоже такая же, как у нас. Клевец. А, это не клевец, это наплечник. На оружие похоже. Тоже такой же, как у него уже есть. И хороший клевец. Тьфу, блин, то есть, наплечник. Который. Да, поднимет броню на 2. 200 рублей. Ну, чё ты, РКЗ, больше ничего нет? Вот. Аксессуар на плюс 2. На любого можно надеть. Здесь нам нужен 600, чтобы всех принарядить. Ну, тоже пока, наверное, не. Мысла. Аксессуар. Хотя, вот если мы продадим. Допустим, текущее оружие возьмем на лайн, она нам дешевле пойдется. Ну-ка. Эх, ладно, вот так. Понятно, видимо, базовую продать нельзя, либо его надо сначала снять. Ну и фикс. Логично. Ну, пока вот эта вот фишечка нам заменяет блуждание вручную. Что, собственно говоря, обычно красиво, но довольно-таки бессмысленно. Потому что, ну да, у японских RPG это работает. RPG, я, конечно же, хотел сказать. Ну и я уже не думаю, что надо заглядывать сюда каждый раз и смотреть, что нам предлагают. Так, стопе. Как на вторую страницу перейти? Как на вторую страницу. Ну и ладно. Пффф. Будем продолжаться общаться в Санкт-Петербурге и принимать возможность купить устройство и куративы, пока вы в городе. Он в общем тоже продает всякое. Обычный человек. Ничем не примечательный. Так, ну а и как? Или я тебя неправильно понял? Ну-ка. В общем, человек нам просто совет, не предлагает, а по сути советует все-таки закупиться, пока не началось. Так, у нас тут женщина. На восемь дня. Удаляясь в виду феллошипа, она вызвала их помощь. Она спрямила ее ноги, и нужно, чтобы ее подозревать в ближайшую аптеку. Вернула ладошку просто, доставить ее в ближайшую аптеку. Помогаем. Ха-ха, он, наверное, закорки взял. Ну это смешно, но... Как-то это все пока недостаточно энергично надо. Вы можете запрыгивать, точнее даже, наверное, перепрыгивать через карты, уступающие поверхность. Пользуйте правый стик, чтобы выбрать направление, в котором вы хотите прыгнуть, потом нажмите B. Попробуйте прыгнуть в аптеку. Так, погодите. Это какой-то перебор прыжок, или это у нас fast travel такой. Ага, да, это, видимо, fast travel, а если нет, мы не захотим. Господи, у нас автографы просят, вот тут бабы на закладках. О, немножко льстит. Мне нападал монстр, за пределами города. Странное, говорит существо, одни только кости, хватило на бутылочку лекарств. Так, как будто сама ее жизнь от этого зависла, его. Так, ну женщин это нам дадут пощупать в коллекции. Женщину дадут, странно. О боже мой, потеря в ее семье толкнула ее к решению и поглаз вести счет и жизнь, но потом она услышала о некоем острове, где каждый может обрести счастье. Вы можете взглянуть на оборотную сторону этих карт и полную историю, а и полную историю в финальной версии игры. Ну прикольно. Короче, у карты есть возможность их переворачивать. Ну и посмотреть, можно даже покрутить. Позумить. И исследовать. Это почему-то повернуть намок. Окей, допустим. Так и так. Давайте сдадим бабку в аптеку. Ладно, посмотрим, как у нас. Да, работают в Astril. Гиги-гиги. Получив лечение, женщина начала прыгать вверх и вниз. Ха, почему-то еще и вниз. В чем ты действуешь убаюкивающий, Сережа пишет? Пойду спать, прости уж, пожалуйста, смотрю записи обязательно. Да, конечно. Никого не держим, всем только здоровья и счастливого сна. Я сам, в общем-то, прямо скажем, убаюкивающий. Убаюканный. На самом деле, на моей памяти, я всего несколько раз, наверное, стримил не сонным, не ночью. И тогда, конечно, у меня энергии побольше и мысли пояснее и почетче. А вот привычным ритмом по ночам я, конечно, такой, действительно убаюкивающий. Ну и тормозной, чего уж там. О, я не знаю, это явно же идиома какая-то, держать свечу, да? Хотя в данном случае может где-то поставить свечку, но будем считать, что она решила поставить свечку за медицинный орден, но, конечно же, это не так делается. Вы трое. Возможно, она только сейчас дошла, что мы являемся послушниками ордена. Стала трогать их за руки и благодарить за службу. Орден слоновой кости знаменит еще и тем, что поставляет медицинские средства всяческие по всему королевству и в том числе и по всему миру. Каждый смайл, который орден приводит к человеку, делает Виннифред счастливым, чтобы быть учитель. Не пожаловал тебя, Сереж, доброй ночи. Конечно же. В общем, да. Все это заставило Виннифред почувствовать гордость за свое положение в ордене. Короче, от нее действует боюкивающая игра. Так вот. А вот, смотрите, мы выполнили условия для того, чтобы разблокировать историю на обороте пожилой женщины. Смотрите, какая штука в настольных играх во многих, в таких повествовательных, там бывает такое, что игра регулирует получение информации, соответственно так, прочитайте карту 3, там выполнили какое-то условие, переверните карту 3, прочитайте на обороте в таком духе. Так, вы можете читать особые истории о персонажах и врагах, ну, получая их карты. Прогресс по ходу приключения. А, ну, короче, ладно. Опять справляйтесь с приключениями и побеждайте мириады врагов. Ой, вот мириады, пожалуйста, не надо. На своем пути, чтобы... И соберите каждую вот такую особую историю. Смотреть коллекцию. Ну, давай. Он же опять напишет, что ритейловая версия. Так, нет, стоп. Characters. Где у нас пожилая женщина? Нету пожилой, блин, женщины. Тут вот карт 11 из 17 у нас, да, на экране я вижу 10 только карт помещаются. И понятно, то есть вот, вот так мы меняем страницу. Ну, значит, вот они. Каждое утро она просыпается рано-рано, чтобы приготовить завтрак. И каждое же утро она... Должна терпеть обиды от своего мужа. И здесь авузы всякие. Что? Достаточно. Женщине... Что, блин, я не понял. Что-то про желудок. Слова вроде все известны. Так, вот мы и перевернули. А, ну да, да. В полной версии игры. Снова. Так, ладно. Вы меня наскучили, ребят. Как я могу тебе помочь? Поприятница спрашивает. Апотекарь уважает в виду философии. Ааа... О боже мой. Он еще уверяет, что... Обязанся в процветании своего скромного магазинчика, нашему ордену. Что-то они какие-то супер подлизы. берите городе кукты перевести бесплатно берите будет знать моей благодарности ордена филосшип инсист стейл пейс any other customer would and sets about browsing а вы но мы конечно не такие хотим платить как все так значит лечит проклятие восстанавливает 10 здоровья лечит от яза и смертельного яза от понижения урона и защиты воскрешает возможно возможно если читать все эти штуки то можно среди них натыкаться на какие-то либо с дополнительные квесты либо но получать некую информацию которым этих квестов поможет что-то на сразу прям в эти магазины кинали так бомба 5 урона 3 самоцвета за 1000 рублей одноразово ой-ой-ой ну а вот и он с бутылочкой не летел лица Но там, короче, сплошная кожа, допустим. Поблагодарили. Ну, смотрите, нам уже говорили, что был некий монстр из костей, который схватил бутылочку, так что, возможно, он описывает его. Да, может, и нет. Похоже, есть некий монстр, который тут рыщет в окрестностях и похищает лекарства. И только лекарства. По слухам, он направился на запад. Благодаря информации, которые выяснили от города, философия, все но уверена, кто уничтожил бутылочку. Первая клуба была описание бутылки бутылки. Мелая бутылка, а потом есть бутылка, которая видела в окрестностях. Монстр скелетный монстр, который поднял бутылку медицины, и монстр, который улетел в гостю. Из всей информации, философия дознастях правильную идентичность. Так, мы установили, какая у меня интересная грудь, кстати, его личность. И, соответственно, нас спрашивают, что именно. То есть, я так понимаю, проверяют, что мы не просто промотали все диалоги. Значит, скелетный монстр, убежавший на запад, или, ну, видимо, какой-то уличный воришка. Ну, или понятия не имею. Ну, давайте так. Понимание пронзило Виннифред, я знаю, кто наш. Мышно. Бервин кивнул, значит, в знак согласия, и сказал... Чё? Одно мудрое изречение от нашей великой и мудрой Хэдвера. Он издевается, да? Окей, окей. Ну, прямо скажем, динамика пока сейчас даже близко не лежала с Хэнт оф Фэйт. Но картиночки красивые. С другой стороны, это только обучалка. Так, зайдем во все остальные. Там опять, короче, предлагают все бесплатно и так далее. Мне даже интересно про нее прочитать. Долго тут пристать все время приходится. Мы, кстати, не всех еще открыли, еще две где-то. А, ну, понятно, тут как раз два домика там владельца будут. Как-то слишком сахарно, подозрительно это. Чуть медленно. Так, здесь мы еще не были, да? Нет, здесь мы были, правда? А где мы не были тогда? Инноцендлукин, понимаете? Очень невинный на вид мальчик вызывал в казино. Чудо ремблзон, выделяю тебя. Я тебе это, если ты играешь с мной. Короче, предлагаю диспойлер нам за то, что мы с ним поиграем. Давайте how to play для начала. Павила. Быстрее, быстрее. Чувствую, как старею. Так, значит, цель используя свои карты, чтобы получить больше очков, чем другие игроки. Очки дают за то, чтобы собирать сеты попадающих карт или прямые последовательности. Пока покер. Попробуйте составить сет. Двойка грибов. Когда начинается игра, каждый игрок получает на руку одну карту за раз. заход. Так, у него тут у нас двойка грибов. Теперь наш ход. на ней ноль. Почему на ней ноль? А, это, видимо, ноль очков, потому что у нас ни одного сета еще нет. После этого все берут... После этого все берут... А, все предпринимают свои действия в порядке очереди. Начинаете первым. Две карты с колоды. Еще одна двойка грибов и туз, не знаю, скелетов. Теперь у нас в руке три карты. Вы берите две с одним и тем же номером. Этот сет стоит четыре очка. Сделать сет? Ну, короче, не знаю, сыграть сеты забранных карт. Ну, допустим. Получили четыре очка. Не только вы сыграли сет. Вы получаете столько очков, сколько... Ну, какова сумма выбранных карт. Все карты, которые у вас в остатке, А, из всех карт, которые у вас в остатке, можете одну, чтобы сохранить в руке. Ну, понятное дело. Конец хода. Теперь ваш соперник ходит. Тоже тянет две карты, это еще туз, тройка и четверка. Но у него пару тузов. А, туз у него изначально был, он же две потянул. Тогда у него ничего. Вот этого у него нет. И, следовательно, он выбрасывает все карты, кроме одной. Одну сохраняет. Думаю, тоже туз. Не, сохранил четверку. Так, один туз вышел. В колоде еще два туда. Так, следующий ход снова ваш. Конечно, позвольте сначала объяснить возможности. Так, это карта вашего игрока. На ней можно видеть сколько у вас очков. Чуть слишком подробно как-то. Сеты, которые вы сделали, находятся вот здесь. За раз можно иметь не более трех сетов. Да-да-да, это оставшаяся карта в руке. Под-это топ. Под-это горшок, но вряд ли это имеется в виду. То есть у нас либо отбой, либо колода. Но вряд ли. Колода обычно своей колодой называют. Это отбой, дискард. Не знаю. В общем, любой игрок может использовать эти карты, когда делает сет. Да, видимо сбросы становятся общими. А карты, оставшиеся в колоде, показываются сверху слева. А, количество карт, оставшихся в колоде, видимо, десятка, да? То есть это не полная колода 36. Когда это число достигнет нуля, игра будет закончена. Тянем две карты из колодов. Бартузов. И можно сделать сет из карт, которые находятся вот в общей зоне в горшке. И карты собственной руки. То есть у нас три туза уже получаются. Ну это круто. А в сете может быть до трех карт одного. Это уже достоинство. Не знаю, почему они номер пишут. Туз это явно не номер достоинства. Вы можете получить трех тузов. Попробуйте это сделать на елки-палки. Сет стоит три очка всего. Туз это единица. Не одиннадцать. Давайте. Я-то думал туз это большое достоинство, а оно нет. Пара четверок. Пока не догоняет. А, у него тоже в этой же четверке восемь очков. Это он нас обогнал. Но это все равно тренировочное. Вот по-любому выиграем. Однако, вы можете также собирать в сеты карты последовательных значений. То есть два-три-четыре в нашем случае. Заход может собрать только один сет. Вы можете сделать прямо сейчас сет из двух троек или сет из трех кар, двух троек и четырех. Выберите то, что вам больше нравится. Но если цифры сложатся, то извините, это либо шесть очков, либо девять. Нет. Я хочу использовать тройку с центра, чтобы она ему не досталась. Кстати, могу ли я не по порядку их собирать? вот так. Блин. Помните, что я вам говорил насчет сетов? Не больше трех, видимо. Да-да-да. Только один сет заход. Не больше трех сетов за партию. Да-да-да, я помню. Как только вы соберете четвертый сет, вам придется выбросить один из предыдущих. И это все базовые правила. Ну, кстати, довольно занятно. Ну, это очень сильно от колоды зависит. Ой, блин, не увидел, какую карту сохранил. Кажется, у него там тройка была. Нет, а было бы один-два-три тогда. Значит, у него там четверка. Все, последние две карты. Так, либо раз-два-три мы собираем, это получается шесть, либо три тройки, это девять. Значит, тогда... Да елки-палки, хватит всякое объяснять. Так, можно меню вызвать и там посмотреть либо правила, либо сдаться. Пофиг. Так, мы делаем сет на... Сет на девять и сбрасываем сет... Сет на девять и сбрасываем сет на два-три. Наверное, правильно. Кто же наш победитель? Чувство самосохранения мне подсказывает записаться сначала. Так, мы, кстати, открыли пацана, но одну карту все-таки где-то как-то умудрились пропустить. Давайте сыграем, что ли, по-человечески. Сейчас он нас размотает, капец. Но мы вроде ничего не ставим, да? То есть он просто даст предмет, если мы его победим. Если это беспроигрышная лотерея, то прекрасно. А, тут еще правила можно выбирать. То есть у нас есть некие простые правила от 1 до 8, потом, видимо, откроются более сложные. А, это правило для одного оппонента. Видимо, можно манагируем. Прикольно. Ладушки, давайте попробуем. Уделение первого игрока. Это мы. Игра началась. Побыстрее все сделаем. Тянем здесь колоды. Одна у нас карта уже была. Ничего у нас здесь не получается. Если мы скинем двойку и тройку, ему достаточно будет только вытащить либо, ой, двойку, тройку, тройку, четверку, либо двойку, либо пятерку, чтобы составить достаточно мощный сет. Поэтому избавляемся от семерки и оставляем себе более толстую карту. Пару троек собрал. Негодяй. Интересно, кстати, если заново переигрывать, он не шафляться как-то или можно просто подобрать тактику под одно и то же течение игры. Да-да, давай шустрее. Так, мы можем брать сверху, но это поток пара двоек. Но это лучше, чем ничего, да? Вот шесть-семь нам бы еще, блин. Ну, хоть так. Оставляем себе, по идее, шестерку. Если он семерку у нас не утащит. Ну, плюс мы не сильно его вмастим. Хотя будет жопа, если вмастим его. У него сейчас пять-шесть выпадут. Как-то не очень удобно сделано, что активная область меняется с одного игрока на другого. Четыре-пять-шесть и семерку мы сейчас возьмем. А, сет только из трех карт, да? Тогда, конечно, пять-шесть-семь. И только один сет можно составлять. Ну, восемь у нас это прям прилично. Плюс, если четверка так останется составлять, у нас будет готовый второй сет. Пара шестерок. Ну, мощная, мощная. Эх, сейчас бы еще четверочка выпала. Четыре-пять-шесть, это даже лучше. Забираем обязательно с витрины, чтобы врагу не досталось. Прекрасный сет. И сохраняем четверку дальше. Ну, вот у нас C3 сеты готовы уже. Кстати, у него тоже, так что... Восьмерки. Блин... Восьмерки это мощно. Мне не нравится, что он собрал. У меня минимальный сет четыре. Я ему оставлю двойку. А, я ему две должен оставить. Блин, пятерок я еще не видел. Четыре четверки уже выходили. Понять бы то, сколько здесь мастей, возможно ли здесь повторяющиеся карты. Ах ты жопа. Тридцать четыре набрал. Сорок набрал. Тридцать четыре все-таки. Выгоняет. Блин, что так карт много в колоде? О, три четверки. О, три четверки. Отлично. Маленький сет выкинь. Блин, но карты считать. Не люблю карты считать. Да, 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 да. Избавляемся от первого сета. Да, по-хорошему надо считать все выходящие карты. И вот это все, то, чем я не люблю заниматься. Да и не очень умею, прямо скажу. Так, на две семерки у нас есть. Но это всего 14 очков. 14 очков лучше, чем допустим 8, да. А, у меня нет 8. У меня есть 16. А, ну сорян, это самый слабый сейчас у меня сет. А, нет, вот 12. Ну, 12. Избавляемся плюс 2 очка получилась. Пятерок все еще не было. Но он сейчас... А, ну он соберет эту 1, 2, 3 и ничего страшного. Это слишком слабо будет. Ха! Так, последние две карты. Так, можно взять две восьмерки. Можно взять 1, 2, 3 и 4. Это у нас, конечно, меньше будет. То есть 6. И пятерки тоже мало. Ну, две восьмерки. 16 и поменяем на 14. Еще плюс 2 очков у нас будет. Так, здесь у нас... Ну, здесь у нас много. Даже считать не буду. Здесь у нас 15. Здесь у нас 14. Здесь у нас 16. Ну, 14, значит, добавляемся. Ну, 49. Мне кажется, я максимум здесь набрал, который только можно было. Что выкинуть? Ну да, нехай подавится 6 очками. Кто же, кто же победитель? 34 на 49. По-моему, вообще нормально. Так, минуточку. Чаечек давайте замучим. Раму чему. Есть. 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 Какойолот armrowели. Эй, они. Согренте галлю. Уйте ложь свои лизии. Спешивben. Все. О причем. Пет Черногорада. такой прям дождик убаюкивающий за окном прелестно так ну что же едем дальше отдавай предмет обещанный не видно выглядящий мальчик трест как они там зарабатывать чисто в долг дают так и спойлер значит лечит проклятье так следующее правило отныне до доступная для игры правило с добавлением скиллов то вот эти вот наклеечки справа да на наклеечках я вижу масти которых пропустил то ли пять то ли шесть штук а и теперь мы можем мультиплеить с главного экрана но учитывая что это игра с открытой информацией да почему мы нет кому-то не потеряли везде мы были странно где одна карта пропущен давайте еще раз огошевим все всякий случай немножко продвинем нашу историю а то что-то в этом городке я слишком убаюкиваю еще все лишь по мере изучения мира и погружения глубоко в подземелье вы будете встречать врагов ароми вам предстоит и царь на ваше приключение будет окончено если все ваши пачки упадут без сознания в этом случае начнете с последней точки сохранения в общем на запад явился враг достаем поле игры у нас снова мелочь это да он наконец расскажешь про кристаллы получаете один кристалл каждый раз когда начинаете свое действие и можете собрать до 10 не больше десяти за раз на этой иконке указано как много кристаллов стоит конкретно спайл вы не можете использовать этот ну не спайл скилл это умение если кристаллов не хватает а можно объяснить и как бы как действует броня блин так а поменять мы не можем у нас в определенном порядке не ходят но тогда дамагуем на 4 десятка урона десятка плюс 3 фаер дамага но 13 должно быть минус 4 его брони еще и критикал нет как-то это не так работает так элементы некоторые атаке нет урон природным элементам всего существует 6 таких элементов огонь и вода болты light отдельно а ну да соответственно молния ветер свет и тьма больше урона значит наносят элементы которым есть слабость и меньше если к ним есть бойчивость резист зная слабости врагов и и их сильные стороны вы сможете знание о том какие врага слабые сильные стороны поможет вам выбрать верные скиллы и успеть в вашем приключении он что-то как-то прям совсем сахароку растворяют о 12 атаки это уже прилично так соответственно можем нанести 12 ой нет можем нанести 12 так но вот будет кубик или нет добавьте значение броска атаки и нанесите урон молнии так у нас 12 урона кидаем тратим кристалл кидаем кубик а он бесконечно будет крутиться да да единица гениально 4 3 4 вот вот этот 4 3 4 вообще не понятно то есть у меня есть варианты какие-то но они пока математика не под не поддерживаются ну добиваем до свидания а муточка мне нравится прям нравится так что левел вины фред получено умение мы выучили белый свет простите наносит плюс 10 атаки светом за два кристалла так кстати что кроме уровня добавляется добавилась там единичка здоровья единичка атаки и все так выучили зефирку зефир это если что такой ветер в общем добавляется бросок и это вполне урона ветра получено сокровище ну допустим ага лечиться можно не только в бою но и из меню через имеющиеся карты и заюзать некую вещицу ну или просто отдохнуть таверне нет 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 обойдусь придет время там научимся конечно засеиваемся такой удачный бой был ивент мероприятие ваш некое событие появился безорог супер булыжник похоже он готовится взорваться бросай кости смотри что происходит после что проведет после взрыва при нерне очень хорошо он превратился значит в аква камень единственный способ значит выйти из этого файта это из этого боя это она выиграть его ну будем драться чё молнии наверное он отфигачить не уверен насчет огня ну тот факт что у него 8 хитпоинтов меня радует тот факт что у него 50 брони не очень но светом он вряд ли но давайте сразу мощненько задвинем а там поглядим так плюс 10 урона светом ни фига себе славога у него урон пятерка даже не знаю что лучше но наверно устойчив к огню потому что к чему еще может быть устойчив водной элементарь поэтому давайте зафиркой нам пока дегенерируется камня незачем до этого надо бросить камень кубик тёрка уже лучше объясните мне как работает броня я пока не понимаю как это калькулировать вот вот это другой вопрос это вот то что нужно если хорошо бросим да блин опять единство что издеваетесь что-ли ну хотя ему хватило 200 золота кстати очень не дурно очень дурно учит то что мы еще ник урон не понесли можно прям вот повернуться и снова зайти в город чем прикупить хорошее насколько можно мне антидоту давать так а сколько у нас там вообще уже накопилось 700 пока далеко не ушли давайте в самом деле купим какой-нибудь новый меч да и на плюс можно взять главное меч сразу выбрать одеть все остальные максимально бессмысленные а тут есть еще справа да может я не наплечник может тогда вот эти штуки купить как раз на 2 хватит а у меня вот такое ощущение почему то что надо подождать эти рынков протекшен и сами подойдут так вот теперь можем продать что-то так вот теперь можем продать что-то ну за четверть цены ну это хрень конечно но с другой стороны ну чё с ним еще делать допустим допустим деньги кольцо. Мне кажется наплечник лучше, потому что слот для аксессуара мы тогда оставим свободным. Плюс мы сможем продать еще наплечник. Вестерное кольцо можно на девоньку найдете. Она у нас лекарь все-таки. Даже не знаю. Кольца, мне кажется, будут легче попадаться. Раз уж они всем подходят, значит они более generic такие. Меню такие долгие перемещения. 127, 225, у меня будет 150, все равно ничего не купим. Если понадобится, продадим в другом магазине. Да, свои гряки. Заночевать можно было бы, но вдруг это какой-то пенальтик поимки монстра даст, а здоровье мы не теряли еще совсем. Вдруг пожалею. О, я могу по лесу ходить, надо же. Ох, ёрш. Какая огромная карта. Так, на западную, ты бишь налево, но мы можем сейчас пока выпендриться. Да, но тут враги будут повсюду. С другой стороны, мы же пролог проходим, а не вот это все. Так что, сильно можем нычки не чистить. Так, нас учат вещи использовать. Кнопка Х, а я просто вниз нажимал. Можно кнопка Х, можно вниз. Ну ладно. Так, налечить некого, поэтому убьем лицо. Почему-то на 7, а потом на 3. А вот откуда 3 взялось? Кажется, огонь лучше будет. Ох, ёрш. Окей, они слабы к огню. Запомни, да. Хотя как-то... Гапа нам ударили. Давай не единицу. Терочка. О, другой образ. Пока на кофе. Опять? Интересно, кстати, здоровье у них до максимума выполняется на выводах. Удар с полным замахом фулсвинку у нас получается. Плюс 8 в атаке. Блин, игра позволяет сохраняться на каждом шаге и я, конечно, прям во все этим пользуюсь. Хотя вроде особой необходимости пока нет. А, можно монстров посмотреть. Потому что из самого боя, как я понимаю, не позволяют. Где слабости написано? А, это слаймы, значит. А где это? Мне надо прям запоминать, что ли, все их слабости? Ну, знаете ли. Пустынка. Не пойдем в пустынку. Вряд ли он далеко убежал. Сейчас еще мимо пролетим. Мелкогоблины. 10 урона у этой женщины. Как она может наносить больше 10 без критикала? Вот теперь 5. Ладно. Так. Огонь или ветер? Ну, допустим, огонь. Вроде не слабый. Но что-то его прям подразорвало, я бы сказал. Так. Бафнул себе атаку на 2 хода. Где-то забивать. До свидания. Ух ты, проснулся наш наратор. Я уж забыл, что он у нас есть. Так. Мы разблокировали историю, которую нам опять не дадут почитать. Ну, может теперь слабости покажут. Так. Ну, это прикольно. Это текстик. Просто мелкая награда. Но. Лабые стороны не показываются еще. Увы. Ух ты, гора. Куда-то пришли. Ага, с большими сумками, значит, путешественник, да? Ну, мы на всякий случай ему, конечно, не верим. А как мы его поприветствуем? Что это не? Красавец молодец. Не видел каких-нибудь монстров? Хм. 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 Василий не видел ли монстра бегущего? Глубил озадачен. Тут ничего, кроме моря. О. А вот на другом берегу есть пещера, полная монстров. Может, там кто-то нужен. Ух. Хм. 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 Короче, я посоветовал поговорить с рыбаком на западном берегу и пошел дальше по делам. Через море у нас это не река даже? А, ну да, море, ну сказали же. Ну, знаете, на лодочке через море плыть, это прям вот такая себе история. Короче, на западном берегу ищем рыбака, но какой-то этих берегов западный? Ну, видимо, тот, который рядом. События. Большой орк. Отравленный орк. Можно полечить. Нашим антидотов. Ну, смотрите. Следуя логике геймдизайна, может быть два исхода. Либо мы его полечим, он нас отблагодарит, либо мы его полечим и будем драться с полностью полеченным монстром, да еще и без антидота. Давайте полечим. Вы сжалили, значит, над ним и применили этот рот. Короче, он вылечился и дал стрякача. И быстро вскрылся из вида. Ну, мы повстречаем в дальнейшем, видимо. Я надеюсь. О, это что за местечко? А, туда нельзя. Да блин, на прудинах летка, значит, тоже могут быть драки. Чисто рандом. Это не наш старый знакомый, кстати. Подлеченный. Вообще, по-хорошему, надо было более слабого, наверное, облить. О, как интересно. Чуть-чуть. Ну, добиваем, наверное, чего уж. Заодно выясним, как он к ветру относится. Господи, бедный. Так, к ветру он относится плохо. Ладно, и... Стараемся запомнить. Он нас ударил. Нас кто-то в этой игре ударил? Мы сейчас на создание. Включилка, причем, большая. Хорошо. Наверное, лучшее взяли, чтобы было. Сколько у нас уже? 231. Да, я манечки. Лишние две минуты времени, а то и лишние плюс 3 к защите. Или сколько там. Да. Во-первых, мы не продаем. потому что на последнее нам не хватает, а выграет, но уже неплохо. Мы можем поспать, раз нам это бесплатно обещали. Здесь же, таблетки. Удивительно то же дело, значит, в аптеке мы гневно отказались от бесплатного, а тут прям пожалуйста. Похоже, никакого пенальти о том, что мы день пропустили, а нет. А вот и рыбак, да? Может сейчас с вами подеремся? А вот и лодка. На лодку без рыбака не пускают. Очень сильный рыбак. Рыбак к культуристу. Все эти забрасывают. Это не время для волшебного реверия. Виннифред ращит к его стороне и просит, чтобы он дай ему безопасный пассаж под корабль. А это судно проклятое. Пробормотал рыбак. Что ж такое случилось? Он говорит, что каждую ночью судно само собой без единой души на борту отправляется неведомо куда, а по утру всегда снова стоит на якоре здесь же. Это, по мнению культуриста, это ничто иное, как проклятие. Уронил слезу в своей ладони. Вот бы мне диспейлер. Я бы снова мог поднять паруса. Какая удача, что мы выиграли диспейлеру мальчанке. Ну, кстати, да, если бы мы с пацаном не начали играть, а диспейлер можно, я так понимаю, получить только там. Здесь мы бы вспомнили, что он нам его предлагал. Он же высветил еще до игры. И вернулись туда на выигрывание. Ну, в общем, подбодрили мы его и попросили нам помочь. Я, к своему стыду, не знаю значение слова твич. Но любок культурист сжал флакончик с декоктом. И его мускулы начали твичить. Поигрывать, не знаю. А наше братство вежливо проигнорировало этот факт. Ну да, открыл пузырок и пошел пузырком ладку накраплять. Так, нам пишут, что монстры, которые нас ждут в пещере, особенно злобны и сильны. Ну и поговорите с рыбаком, прежде чем собираетесь это отчаливать. Ну, смотрите. То есть, возможно, нам предлагают покачаться, походить, закупить что-нибудь еще в магазине. Но еще 150 рублей зарабатывать как-то довольно долго. А предметов нам хороших вряд ли кто-то дадут. Я думаю, надо плыть. В крайнем случае, получим людей и вернемся. Так что, ну, во-первых, запишемся, разумеется. И посмотрим, что нам там про пацана рассказали, этого мускулистого. Эй. Коллекция. А, наверное, он последний. Да, он последний. Ну и судя по тому, что больше на этой локации у нас не предвидится карта. 17 из 17. Конец Димки, вероятно, близок. О, боже мой. Его психика травмирована унижениями, которые он получил в детском возрасте. Поэтому он поклялся себе, что больше никому не позволит себя обижать. Так что его боль перенесенная, боже мой, стала настоящим трамплином для тела, которое прямо сейчас находится перед тобой. Вот носок у него в исподнем тоже результат перенесенной травмы. Ну что, смело на борт или вот по этому всему попутешествовать? Там наверняка даже откроются какие-нибудь парочки сайдквестов, все такое. Но я уже не думаю, что в этом есть какой-то разумный смысл. Можно вот сюда прийти аж. Тут наверняка тоже что-то есть. Особенно вот тут. Но в принципе-то все понятно же, да? Давайте посмотрим на этих особенно формидабловых монстров. Боже мой, невероятно опасное, видимо, подземелье нас впереди. Не менее седьмого уровня нужно прежде чем туда войти. А у меня еще не седьмой что-то? Готовы ли вы? Да, готовы ли вы? Да, готовы. Есть. Ну, коротко говоря, приехали. Приплыли, я бы даже не понял. О, возвращайтесь, говорит, когда будете готовы. И пожалуй еще один сейвик. Так, а что у вас тут вообще? Ага. Ну и смотрим, что там за супер монстры такие. Мы еще не видели скелетов. Давайте с них тогда начнем. Мало. Фига себе. А что бродит-то такой? Так, огонь или ветер? Ветер точно вот на этого парня. Может тогда на него и киданем? Вдруг он сразу умрет. Ну и скелета уже зарешаем. Всего доброго в форме Double Monster. Не так уж много золота, кстати. Так, ну вот восьмой уровень. Выносит. Плюс четыре атаки водой. И производит эффект заморозки, если выбросил пять или шесть. Неплохо. Слабых сторон скелета мы не узнали, ну дай бог с ним. Как это врага? Готово. Сbajит. Готово. Идет. Плюс от маячи. уже не нравится. О, точно! Мы же можем белый свет испытать, наконец. Аж за два кристальчика. Так, слабости не было. Попробуем, интересно же. А, почему? А, он два кристалла хочет, я понял. Так, сможем ли выкинуть больше тройки? Или огонь? Мне кажется, огонь. Да, определенно огонь. Так, ну всё, тоже восьмой. Как вначале всё-таки быстро уровни капают. Не, ну а малая, правильно? Конечно. Шутик знает, как автосель срабатывает. Наверное, при выходе на локацию. Потому что иначе зачем он тогда? О! Вот это, я думаю, тема. Кому дадим, кому дадим. Угу, плюс один, плюс один. Ну нормально. Могли не взять, если бы по левой стороне пошли. Последний шаг не нужен был. Там очевидно, что тупик. Но... Чёртов комплетизм. Мы же не будем проверять, что они там могут, да? Дальше. Взрыв. Принцип с этой анимацией. Времени занимают больше, чем сам бой. Так, имеет ли смысл вниз идти? Определенно имеет. Быстренько зачистим и вернемся, вероятно. О, он к свету вывезет, запомнили и послали искрять создание тьмы. Внизу что-то должно быть по-любому, да, дверь? Ну допустим. Понятно. Ключ или, значит, нож. Ну, того следовало ожидать. Значит, наверху берем ключик и возвращаемся. Блин, мне надо все время себя напоминать, что тут есть телепорт. О, а что это за злодей такой? Цвет любишь? Вооих. Такdzie ли вам можно запрещать телепорт? Это же, конечно, из-за его не. Всегда, да. Так просто можно делать меньше шагов. Надо привыкать ходить по диагонали. Молодец, еще один ключ. Он просто там лежит, да, в сундуке. Класс. Ну, скучно, девочки? А, в пещере далеко нельзя телепортироваться, потому что темно. Так, грибы не любят огонь, а эта тварь не любит ветер. Да вроде успеваем, обоев повесим. Ну вот интересно, если наш монстр действительно забежал. За пещеру, в эту самую пещеру и спрятался за дверью, то зачем он на другой конец пещеры положил ключ? Надо было с собой забирать. Либо это у нас просто сайда такая. Мы там найдем, не знаю, опционального босса и... какое-нибудь сокровище. Потом будем вынуждены выйти из пещеры и идти обследовать дальше. Почти потеряли время. Но мы взяли здесь палку. Для девоньки. А это дело Богу угодно. Да, ну понятно. Вот это все стены, значит, получается. А еще ниже? Тут типа много этажей. Это тоже каким-то рогаликом пахнет, ребят. По бокам точно стены. Так что просто вверх идем. Если его дверь имеют поб900, то воздаст вас со мной. Это что у нас? Какие именно там ручки? Подтянуть или толкнуть? Бервин снижает огромные крючки против двора, с всей его силой. Он движет не один виллась. Бервин дает двору круглую крючку, из-за простой фрустрики. Как его нога связывается, дверь тронет к боку. Так что это был один из этих слегка. Зачем? Что-то влезет из тюрьмы из тюрьмы. Винифред влезет в атаку с ее командой. Так, отразило, значит, с посохом. Оно возвращается. Ну давайте поглядим, там вроде нам тизернули уже скелета, так что... Кто тут, собственно, да? Мать, этот умирает от света, второго как над вами допинываем. Ну тут не принципиально. Просто здесь можно выбросить больше, чем тройку. А можно меньше, чем тройку, да? Но лучше больше. Ну экспо довольно щедро, да, я должен сказать. Сама история пока сильно медленная и очень, как бы это сказать, дуэнерик вообще. Кто-то рычит. Ты не сможешь иметь. Ты не сможешь иметь. Как там в Логандарфе было, ты не пройдешь, а я тебе говорю, ты не возьмешь. Окружают, значит, и прыгают из тьмы. Море-море. 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 Ну сейчас должен быть большой замес, по идее. Два суперслайма и один суперслайма. И один суперскелет. Так вот лучше, да? фига себе второй раз мы вред за шестерку выкинем ну хоть так ты куда вам слаймом но уже конечно какая-то ай пятерку добьем уже 19 оттенок а надо ли кого нибудь лечить вообще лучше быстрее все закончить конечно опа как выжил выжил гад как у него базовая атака 8 ну ни о чем конечно но конкретно тут хватило неплохо это неплохо надо посмотреть на сколько мы раненые имеется смысл уже лечиться это пока рано открыли а может это то самое сокровище мы же не знаем нам его описали примерно так тем более раз они вы не смогли сразу определить она даже он вопросиком помечено значит а это не обычная вещь отласть the royal treasure is in safe hands once more а а все таки оно теперь надо вынести или это вообще все а ну даже даже автоматом это все проявляет ну в общем через какое-то время они уже добрались до покоя в королевы и вручили ей развращенное сокровище а звук а пройдет позиция обиджу нейм anything you desire she в общем выполнить любое наше желание позитивно засветилась в общем позитивно засветилась в общем позитивно засветилась похоже уже приготовилась а одарите братство неслыханными богатствами хотят они этого или нет этот момент а вот этот самый момент массив ра вас пришел shakes the entire castle а в общем могучий рык подобного которому еще не было здесь слыхано сотряс из замок а даже записаться не дали на слух по-английски pale as a sheet ziel двоеобразное в общем один из королевских стражей побледнел как простыня и я как лист бумаги от Рыка, который ну, я не знаю в данном случае Бёрст пронзил но, наверное, все-таки вновь сотряс королевский а, тот самый дракон, который тот самый дракон, который, видимо у нас будет основной целью в основной игре в общем, он подавил затаил дыхание даже и вот сейчас над замком, это же дракон ну, пенс, как глагол, я не знаю я привык, что это штаны, пенс но, видимо, он взглянул или бросил взгляд на королеву Ниву дракон дракон так значит, великое зло вернулось королева обратила свой взгляд в небо несмотря на то, что она находится в помещении и в общем, пронзительная тишина становилась в королевских покоях ну, плен и братство выпрямились видимо, приготовящие зубы, я не знаю тоже не знали, что должно быть сделано перед лицом такой образу ну, я думаю, они вряд ли справятся потому что иначе бы игры не было что же случится с этими землями теперь, когда вернулся сам дракон я боюсь, что придется подождать у нас же уже нет времени на эту часть приключения ну, не беспокойтесь мы продолжим это рассказание в другой раз иду, не дождусь нашей следующей речи напоминаю, что это говорит гейммастер игрокам то есть, типа все, на сегодня мы поиграли давайте там соберем следующую среду и продолжим до тех пор желаю вам хорошего дня как и я вам, кстати на этом демо закончено типа, покупайте наших слонов ну, слушайте с одной стороны, демка полностью показала, чего ждать с другой стороны ну, блин, она скучная и обыденная так что, конечно, thank you for the play и еще больший мир и более увлекательное приключение ждут вас в полной версии игры но, если честно я, послушав восторженные какие-то отзывы ждал прям большего механику засветили механика честно абсолютно обычная для любой gRPG ну, то есть, настолько обычная что какой-то изюминки помимо вот этой вот самой подачи не заметил хорошо ли подача делает ли она эту игру лучше чем если бы ее ну, сделали бы обычной gRPG там даже 16-битного какого-нибудь вида да нет ну, то есть здорово, что она избавляет нас от бессмысленной двигательной по большому достаточно мира на стеках но здесь тоже, прямо скажем не на каждом шагу что-то интересно случается то есть фанация такая получается большая-большая карта но нам все равно надо делать там по 5-10 шагов чтобы что-то там произошло и в этом смысле если сравнивать конкретно этот отрывочек да потому что мы про полную версию ничего не можем сказать с Кровной Враждой ну, вообще не близко если сравнивать с Hands of Fate ну тоже ближе, но тоже купать ли такую игру если честно я очень сильно сомневаюсь она не дорогая но полторы тысячи есть полторы тысячи я практически уверен что у ритейловой версии там будет и эпик и какие-то интересные диалоги и решения и встречи и персонажи и так далее но всего этого к Димке нет то есть она не обещает если основываться не на собственных каких-то хотелках а на том конкретно что показали то ну если я и не разочарован то как-то немножко в недоумении это вот уровень мобильной игры какой-нибудь такой буквально бесплатной фига на это с другой стороны она выглядит миленько достаточно уютная такая здесь красивая мобилька хорошие картинки сами смотрите я не думаю что я хочу вот по этому обещанию тратить деньги и что более важно время но в принципе вот этот вот час или сколько там длился наш стрим прохождения димоверсии ну он был довольно приятный он был бы не менее приятный если бы я играл в какую-нибудь другую игру вот там в ту же самую hands of fate 2 допустим так что ну вот как-то так будем считать что это какое-то и есть резюме вот с титульного экрана у нас разблокировалось мне нравится как лого появляется вот такой из карточек этот многопользовательский игорный дом это ее контент что вот у четырех игроков можно подключить ботов судя вот по предыдущей карте и ну допустим так если одного геймпады достаточно будет допустим если у нас четверо пасон плей плей индивидуально да можно пасон плей играть то есть просто передавать геймпад четвертое с нами королева играет ну чудесно ну последнего можно было бы не выбирать он очевидно последний возможно просто в дальнейшем будут разблокированы какие-нибудь новые персонажи для мультиплеера тут был вопрос нельзя ли играть по сети но мне кажется такой вопрос достаточно праздный но ну конечно же нельзя ну посмотрим что там за скилл эффекты даже без правил просто заклинуть плеера плеер цо именно тоже не дали задать ну и как бы и зачем если мы просто хотим партейку раскидать всем дали по одной карте теперь только мы определяем а то есть мы выбирали персонажа не устанавливали порядок ну логично нет ой так и что с этими наклейками две скиллы давай шустрее а ну вот собственно говоря скиллы то есть та карта которая остается видимо на поле в горшке имеет мазь да как и любая другая карта в данном случае это у нас слайм либо по достоинству скорее всего даже по достоинству и не так все смотрите на всех картах появились куковки и это особенность каждой карты соответственно когда она остается в горшке видимо это ее скилл это выполняется в данном случае карты которые возьмут из колоды все оппоненты на следующем ходу их достоинство будет уменьшено на 1 такое вот правило но она довольно милая ну и все в принципе больше тут я так понимаю контента нет кстати можно даже в правилах точно прочитать ой ой нет много плоды ну все все я думаю на этом мы прощаемся вот в общем странно у меня смешанные ощущения остались если честно я ожидал больше но опять-таки ее которая еще покажет скорее всего где-нибудь в плане сценария это играющий себя проявит безусловная механика разовьется какие-то более интересные штуки будут статально прямо сейчас в демоверсии мы в общем-то занимались закликиванием и это беда вот такие вот в общем дела ребята за 7 всем доброй ночи вы также вечером дня и утра если у вас соответствующее время суток с вами был я счастья и радости ваш дом пока-пока субтитры субтитры